Избирательная кампания вышла на финишную прямую в самом разгаре досрочных голосований на выборах депутатов местных советов 28-го созыва. Некоторые пинчане в силу разных причин в основной день голосования в 18 февраля не смогут прийти на избирательный участок. Поэтому решили воспользоваться своим избирательным правом и проголосовать досрочно. В их числе и наш корреспондент Ирина Иванцова. Здравствуйте. Хочу принять участие в досрочном голосовании. Что для этого нужно? Вы пока присаживайтесь, пожалуйста. Нужно предъявить документ, удостоверяющий вашу личность. Паспорт подойдет? Да, подойдет. Желательно. Какой адрес? В качестве документа, удостоверяющего личность, кроме паспорта, можно предъявить военный, студенческий билет, пенсионное удостоверение, водительские права, справку при утере паспорта, вид на жительство для граждан России, проживающих на территории нашей страны и которые тоже имеют право принять участие в местных выборах. С 13 по 17 февраля в нашей стране проходит досрочное голосование на выборах депутатов местных советов. Этим правом может воспользоваться каждый избиратель и проголосовать за своего кандидата в любой день по субботу включительно. Поскольку в основной день голосования 18 февраля я буду работать в составе съемочной группы, освещать ход выборов и то, как пенчане отмечают Масленицу, и у меня не будет времени попасть на свой избирательный участок, решила проголосовать досрочно. Правда, с членами избирательной комиссии делиться своими планами на выходной не обязательно и указывать причину, почему вы голосуете досрочно, не нужно. Каждый волен отдать свой голос достойному кандидату в любое удобное для него время. Либо 18 февраля с 8 до 20 часов, либо досрочно. Участки будут работать по 17 февраля включительно с 10 до 14 и с 16 до 19 часов. Как сознательный гражданин я уже приняла участие в выборах и проголосовала досрочно. Следуя моему примеру, этим правом можете воспользоваться и вы. Как правило, досрочно голосовать приходят учащиеся молодежь и те, кто не может отменить свои планы на воскресенье. Обычно около трети избирателей в нашей стране именно так и поступают. Как показывает опыт предыдущих избирательных компаний, большинство пинчан весьма ответственно подходят к самой избирательной компании и к тому, напротив чьей фамилии поставить галочку в бюллетене, отдавая свой голос самому достойному. В ком я уверен, буду в дальнейшем в том, что он не подведет и будет защищать наши интересы. Это мои первые выборы и, если честно, я очень волнуюсь, так как решение должно быть правильным. И я просмотрел много информации про кандидатов и сделал свой выбор. Конечно же, меня больше удовлетворит человек, который уже добился чего-то и который знает, чего он хочет, а не который пришел и просто так решил поднять свой статус. Сейчас в Пинске досрочное голосование проходит на 64 участках. В основной день будут работать еще три – в роддоме, гурбольнице и онкодиспансере. Если избиратель по состоянию здоровья или другим уважительным причинам не сможет в день выборов прийти на участок, он вправе самостоятельно или через соседей не позднее 18.00 18 февраля обратиться в участковую комиссию с просьбой организовать голосование на дому. Причину отсутствия возможности прийти в помещение для голосования официально подтверждать не требуется. Пользуясь случаем, призываю всех прийти на свои избирательные участки, ну и сделать свой выбор, проголосовать, считая, что это гражданский долг каждого человека.